Глава 52. Проблема нелегалов или, кавычки, «Биби, пожалуйста, помоги нам», кавычки. 2013. В течение 2013 года Израиль столкнулся с растущим потоком нелегальных мигрантов из Африки. В основном это были трудоспособные молодые люди, покидающие Эритрею, Судан и многие другие страны, в поисках лучшего заработка. В отличие от своих коллег, которые преодолели Средиземное море, чтобы добраться до Европы, часто с трагическими последствиями, этим мигрантам было легче. Израиль был единственной страной Первого мира, в которую они могли попасть пешком из Африки. Как только они пересекли Синай, все, что им нужно было сделать, это пересечь египетско-израильскую границу и осесть. Суды сказали нам, что по международному праву, как только они оказывались на расстоянии метра от территории Израиля, мы были обязаны заботиться о них. Число нелегальных иммигрантов росло из месяца в месяц, заполняя сначала израильские общины Негева, а затем и другие города с наибольшей концентрацией на юге Тель-Авива. Многие иммигранты были трудолюбивыми и законопослушными, но не все. Преступности насилия изобиловали в тех районах, куда они въезжали. Во время визитовый лад я посетил один из таких районов. «Господин премьер-министр!» – плакала передо мной одна мать. «Помогите! Я не могу выйти на улицу! Еще год назад у нас была счастливая жизнь! Теперь мы живем в аду! Пожалуйста, Биби, пожалуйста! Помогите нам!» – всхлипывала она. Помимо этого широко распространенного несчастья существовала еще более серьезная проблема. Существование Израиля как еврейского и демократического государства основывалось на сохранении солидного еврейского большинства. К 2013 году в страну въехало около 40 тысяч нелегальных мигрантов. Если бы этот поток продолжал расти, как это было по всем признакам, весь фундамент государства был бы подорван. Этот вызов исходил не только из Африки. С 2014 года около 20 тысяч нелегальных трудовых мигрантов, также не имеющих никакого отношения к Израилю или иудаизму, прибыли из Восточной Европы, и мы приложили все усилия, чтобы вернуть их на родину. Если бы темпы миграции продолжали расти, у нас в скором времени было бы от 100 до 200 тысяч мигрантов в год. В течение десятилетия Израиль может быть наводнен в общей сложности более чем миллионам нелегальных мигрантов, что эквивалентно примерно 40 миллионам в Соединенных Штатах в пересчете на относительную численность населения. Еврейское большинство Израиля может исчезнуть, а вместе с ним и будущее Израиля как демократического еврейского государства. Израиль был крошечной страной с небольшим населением. Это была не Западная Европа с населением в полмиллиарда человек. Мы были бы демографически перегружены. Международное право, которое мы уважали, требовало от нас принимать беженцев, спасающихся бедством. Это не обязывало нас принимать трудовых мигрантов, которые приезжали зарабатывать на жизнь, и подавляющее число этих мигрантов попадало в категорию беженцев. Это, конечно, не было вопросом расы. Будучи премьер-министром, я лично отдал приказ о нескольких воздушных перевозках тысяч эфиопских евреев в Израиль. Это было сделано ранее и другими премьер-министрами, включая Бегина, Рабина и Шамира. Каждый из нас внес свой вклад в возвращение членов одного из потерянных колен Израилевых на их родину. Одни из самых эмоциональных моментов в моей жизни произошли, когда я отправился встречать эфиопских евреев, прибывающих в Израиль. Я был глубоко тронут, увидев, как наши эфиопские братья и сестры выходят из самолета, неся на руках младенцев по имени Сион и Иерусалим, целующих землю Святой Земли. Это забытое племя нашего народа в самом сердце Африки сохраняло веру на протяжении столетий преследований. Тысячи из них погибли во время опасных переходов через Судан, были разграблены, изнасилованы и убиты жестокими бандами по пути в Сион. Некоторые из африканских мигрантов-неевреев, которые теперь пешком направлялись в Израиль, также испытывали трудности в пути. Но к настоящему времени существовала процветающая и прибыльная индустрия контрабанды, которая облегчала их переход. В любом случае, в отличие от наших эфиопских братьев и сестер, у них не было культурной близости к еврейскому государству или еврейскому народу. И в отличие от нелегальных трудовых мигрантов из Европы, которых мы депортировали тысячами, они были защищены от депортации, заявив, что возвращение в их родные страны поставит под угрозу их жизни. В подавляющем большинстве случаев это было неправдой. Истинная причина, по которой они хотели остаться, заключалась в другом. За один день работы в Тель-Авиве они могли заработать сумму, эквивалентную 300 дням работы в своих родных странах. Я полностью отдавал себе отчет в том факте, что блокирование или депортация этой нелегальной иммиграции повлечет за собой человеческие жертвы. У некоторых нелегальных мигрантов были семьи с детьми, родившимися в Израиле, говорящими на иврите и не знающими другой страны. По настоянию Сары я встретился с несколькими из этих детей в резиденции премьер-министра. Мое сердце разрывалось от сочувствия к ним. В конечном счете, многие из этих семей остались в Израиле. Моей главной задачей и ответственностью как премьер-министра было предотвращение нарушения наших границ будущими нелегальными мигрантами. Я вспомнил посещение Великой Китайской Стены. Созвав специальное заседание кабинета с участием руководства армии и различных экспертов, я объявил о своем намерении построить барьер вдоль израильско-египетской границы, чтобы предотвратить нелегальную миграцию из Африки. Я хотел, чтобы инженерный корпус Цахала сделал это. Военные возражали. Глава администрации Габи Ашкенази и его заместитель Бенни Ганс объяснили, что забор не сработает. «Почему нет?» — спросил я. «У китайцев это сработало очень хорошо». «Это другое дело», — объяснил штабной офицер. «Они смогут проложить туннель под барьером, как в Газе». «Я сомневаюсь в этом», — сказал я. «Вам нужны здания, чтобы скрывать точки входа и выхода. Это была бесплодная пустыня, где на многие километры не было видно ни одного здания». «Значит, они перелезут через это», — последовал ответ. «Тогда мы придумаем, как сделать так, чтобы они не смогли этого сделать», — раздраженно сказал я. «Этот барьер был не просто забором. Мы могли бы использовать беспилотники, мобильные силы, пожарные шланги». «Просто сделай свою работу», — сказал я. «Господин премьер-министр», — сказал Ашкенази в последней отчаянной попытке. «Мы должны построить виртуальный забор». «Что это?» — спросил я. «У нас будет физический барьер на юге и на севере границы, но между ними будут силы, использующие визуальные средства для перехвата проникших». «Да», — сказал я. «Вам понадобится половина армии, чтобы контролировать и оцеплять 200 километров. Я хочу настоящий забор, а не виртуальный». Следующим препятствием, которое армия поставила передо мной, была стоимость. Показывая схемы чрезвычайно сложного многослойного барьера, они сказали, что его стоимость составит многие миллиарды шекелей. «Я думаю, это могло бы быть намного дешевле», — сказал я. Я поручил секретарю Кабинета министров представить на следующее заседание Кабинета конкурирующую заявку от Департамента общественных работ Министерства транспорта. Столкнувшись с конкуренцией, армия сократила смету расходов на строительство забора примерно наполовину. Я подготовил проект предложения по строительству забора. Кабинет министров одобрил это постановление в марте 2010 года. Как только приказ был отдан, начальник штаба к его чести засучил рукава. Он назначил полковника Ирана Офира, выдающегося руководителя проекта, которого я позже назвал «Ирод», потому что он строил с размахом, достойным этого знаменитого царя-строителя. Каждые три месяца я летал на египетско-израильскую границу, чтобы следить за ходом работ. Неизменно результаты Ирана достигались с опережением графика и в рамках бюджета. Во время строительства в августе 2011 года произошел инцидент, который стал дополнительной причиной для возведения забора. Несколько террористов Синайского полуострова пересекли границу близ Эйлата и убили шестерых израильских гражданских лиц и двух солдат. Это было напоминанием о том, что строительство забора было жизненно важно не только для того, чтобы остановить нелегальных трудовых мигрантов. Это также помешало бы растущему числу террористов, прибывающих с Синайя. Менее чем через два года после начала строительства забор был завершен. Подобно Великой Китайской стене, которая вдохновила его, он поднимался и опускался по врагам и пропастям и закрывал границу. Уровень незаконного проникновения в Израиль снизился до нуля. Таким образом, Израиль стал первой западной страной, которая эффективно закрыла свои границы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...